Десногорский курган Открытие чемпионата школы «Росатома» по футболу «5 плюс». Концерт юных воспитанников детской музыкальной школы. Энергопуск первого энергоблока «ЛАЭС-2». А сейчас о бытих и других событиях подробнее. В области новая вспышка вирусных заболеваний. Выявлены вирусы так называемого пандемического гриппа H1N1 и гонконгского гриппа H3N2, который является молодым штаммом. Он представляет опасность из-за недостаточной изученности. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Смоленской области. Однако в целом эпидемическая ситуация в регионе относительно спокойная. Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ населения значительно ниже порогового. Для Десногорска мемориал Курган Славы – особенное место. Сюда наши горожане приходят несколько раз в год на праздники целыми коллективами предприятий, семьями с друзьями, чтобы почтить память тех, кто ценой своей жизни сохранил мир в нашей необъятной стране. В 2016 году десногорские поисковики и ветераны Великой Отечественной войны обратились к депутату Смоленской областной думы Михаилу Лосенко с предложением сделать у подножия Кургана музей под открытым небом для того, чтобы на этой площадке разместить реставрированные объекты боевой славы. Архитекторы «Атомэнергостройпроект» разработали проект. В нём представлена схема расположения музейных экспонатов. Предполагается реконструкция окопа полевой траншеи с расположением бетонных дотов, устройство надолбов, бордюрного камня, ремонт лестничных маршей. Новой пешеходной дорожкой будет обозначен маршрут осмотра музея. Из военной техники предлагается разместить исторический памятник – полную копию самолёта-штурмовика Ил-2. Его энтузиасты восстанавливают из обломков четырёх самолётов, поднятых поисковиками в Калужской области. Есть место под установку гаубицы и миномёта. Разработано специальное освещение в ночное время. 1 марта в администрации Десногорска прошло заседание градостроительного совета, на котором специалисты рассмотрели проект архитекторов. Много поступило дополнительных предложений, которые призваны не только улучшить архитектурный ансамбль мемориала, но и уберечь его от вандализма. Предварительно завершить создание на Кургане славы музея под открытым небом планируется к 75-й годовщине Великой Победы в мае 2020 года. 7 и 8 марта впервые в Десногорске проходил онлайн-фотоконкурс «Десногорск – ты прекрасно», который был организован при взаимодействии Смоленской АЭС и администрации города. Все желающие фотографировались на фоне яркого баннера, а фото размещали в социальной сети ВКонтакте, где проходило голосование. По результатам наиболее набранных голосов определились победители, которых отметили памятными призами 13 марта. Планшет получила Людмила Шкаридная, часы-кнопка жизни Ирина Потапова и обладателем наушников стала Десногорка Анна Лизговка. Победителей наградили в выставочном зале историко-краеведческого музея. Полтора месяца подготовки, азарт и желание одержать победу собрало 8 команд юных футболистов из Десногорских детских садов в физкультурно-оздоровительном комплексе «Десна». 14 марта состоялось торжественное открытие чемпионата школы «Русатом» по футболу 5+. Все подробности далее. На открытии муниципального этапа чемпионата школы «Русатома» по футболу 5+, в зале царит торжественная обстановка. Все команды с нетерпением ждут возможности выйти на поле и показать свои полученные навыки, которые им преподавали лучшие тренеры нашего города. Поздравить маленьких футболистов с началом соревнований пришли и почётные гости. Очень здорово, что вы с такого юного возраста уже занимаетесь таким интересным, динамичным, красивым видом спорта, распространённым практически по всему миру. Дело в том, что чем раньше человек начинает заниматься каким-либо делом, тем больше вероятность того, что он в этом деле большим успехом застен. Как вы знаете, Бесболевская администрация и наш концерт «Миросатом», которые организуют и проводят сегодняшние соревнования, поддерживают все эти соревнования. Затем началась настоящая игра. Команды играли мощно, стремительно и активно. Все ребята – настоящие молодцы. Показали и умение владеть мячом, и работали как настоящая сплочённая дружная команда. На протяжении игр участников чемпионата поддерживали замечательные и неравнодушные болельщики, родители и педагоги. У нас интерес появился давно в футболу. Нам очень нравится. Хочется, конечно, чтобы ребята показали свои лучшие качества, потому что готовились, они очень стараются. Конечно, тяжело, трудно, зал большой, но мы надеемся, что они большие молодцы, справятся с этим, и всё будет хорошо. Этот чемпионат проводится в Десногорске впервые. Игры будут проходить три дня. Кто отправится на зональный этап в город Снежинск, мы узнаем 16 марта. Немного о культуре. В Десногорской музыкальной школе имени Михаила Ивановича Глинки состоялся концерт самых юных воспитанников. Это первое выступление ребят на сцене. Подробности далее. Зал полон родителями. Первыми на сцену выходят самые маленькие воспитанники музыкальной школы. Ещё дошколята они занимаются в группе раннего развития. Свои таланты продемонстрировали и ученики первого класса фортепьянного отделения. Вместе с педагогами и старшими учениками они исполнили детские песни, произведения Шаинского, Савельева, Классена, Ковалевского, Глинки и Чайковского. И в завершении выпуска новости Росатома. На ленинградской АЭС-2 успешно завершился этап энергетического пуска первого энергоблока. Он выдал в сеть первый миллион киловатт-часов электроэнергии. Начало этапа энергетического пуска первого энергоблока «Ленинградская АЭС-2» проходит в штатном режиме. Но все от рядового сотрудника дежурной смены до руководителя госкорпорации Росатом ощущают витающее в воздухе волнение. Ещё бы, ведь это не просто ввод в эксплуатацию очередного энергоблока. Это шаг в новую эру атомной энергетики. Наступает эра поколения «Три Плюс». Это уже второй реактор с поступительными требованиями безопасности. И это плановый шаг в части смены всего поколения атомной генерации в Российской Федерации. Блоков подобных ВВР-1200 на сегодняшний день нет ни в одной стране в мире. В нашей уже два. Инновационные и самые мощные они являются сплавом передовых достижений и разработок в области безопасности. Активные и пассивные защитные системы гарантируют длительный отвод тепла от активной зоны реактора даже при выходе из строя всех, как основных, так и резервных источников электропитания. При этом все защитные процессы при возникновении внештатной ситуации начнутся и будут идти в автоматическом режиме, без участия человека. Неудивительно, что эти новейшие российские технологии в области ядерной энергетики уже привлекли множество зарубежных заказчиков. Задача Росатома построить аналогичные с основоборскому ленинградскому блоку станции еще 11 раз. В Финляндии, Белоруссии, Венгрии, Египте. Мы не просто соответствуем самым высоким требованиям атомной отрасли, мы совершенствуем эти требования, мы идем вперед. Возвращаясь к энергопуску первого энергоблока Ленинградская С-2, стоит отметить, что за 4 часа работы на минимальном уровне мощности он выдал в единую энергосеть страны миллион киловатт-часов электроэнергии. Теперь его ждет плановая ревизия оборудования и технологических систем, а уже к концу 2018 года блок будет окончательно принят в промышленную эксплуатацию. Спасибо за внимание. До новых встреч.